добрый день уважаемые зрители с вами канал сибирский сад и сегодня мы с вами будем сеять лук чернушку из которого вырастет очень хороший крупный лук редко в конце лета для того чтобы лук у нас вырос крупные хорошие высаживать его надо достаточно рано но все-таки ориентируйтесь на ваш климат на ваши условия конечно если вы посадите к себе шин где-то середине февраля то у вас будет максимально крупный лук вырасти действительно до килограмма ну пусть не до килограмма но по пол килограмма и более но если у вас недостаточно солнца допустим у нас его совсем мало в это время и нет очень мощно мощного освещения то наверное не стоит торопиться я высаживал в разные сроки к себе шин но все-таки пришла к выводу что где-то середина марта до 15-20 марта это оптимальные сроки для того чтобы посадить и вырастить достойный урожай лука как это сделать я вам сейчас покажу потому что у чернушки есть такие особенности что она достаточно плохо всходит поэтому вот разные варианты я пробовала там и с кипятком и с разными растворами со стимуляторами покажу тот метод который показал себя наиболее результативно а именно замачивать семена мы с вами будем с раствором перекиси водорода сейчас я все подробненько вам расскажу как я это делаю по выращиванию аксибишина и вообще лука я вот еще взяла такой лук у нас вот богатырская сила который очень крупный тоже обещают по 500 грамм дела просто интересный такой длинненький лук репчатый шаман 10 сантиметров длину ялтинский или как у нас его называют крымский лук ну это уже скажем так просто посмотреть попробовать аксибишин я уже сажаю не первый год и самый хороший результат конечно у него не говорю что это плохой просто эти я еще не сажала кстати при покупке семян обязательно обращайте внимание на дату выпуска то есть чтобы это было если сейчас двадцатый год то допустим вот он 19 год октябрь девятнадцатого года потому что на схожесть семян очень сильно влияет время хранения чернушки желательно брать самые свежие семена так по семена мы с вами прошлись что я с ними делаю как подготавливаю предварительно лук я замачиваю в теплой водичке примерно на пару часов после этого я вот его провела так вот стаканчик натягиваете бинтик морлечку или тряпочку и выливаете у нас на тряпочке остается значит семена вот здесь у меня с трех пакетиков аксибишин замочены были два часа просто в теплой водичке сейчас надо их замочить в растворе перекиси водорода как приготавливается раствор на пол-литровую баночку воды теплой воды не горячей кипяток уже не надо просто теплая водичка на пол-литра надо добавить одну столовую ложку трехпроцентной трехпроцентного раствора перекиси водорода открываем вот такую полную полную столовую ложку нормального размера мы добавляем перемешиваем это у нас раствор перекиси водорода плотненько закрываем потому как упаковка должна быть плотно закрыта у нас и сейчас этот раствор мы отливаем стаканчик и в нем будем замачивать большое количество не надо вот этого вполне достаточно и опускаем сюда семена нашего лука которые предварительно водички вымочила на 20-30 минут больше не надо вот я их опустила эти они все осели на дно потому как они уже предварительно были замочены два часа и уже набухли оставляем их на 20-30 минут не более пока подготавливаем нашу почву в которой мы будем высаживать лучок какие требования в почве во первых семена мелкие как ко всем мелким семенам почву надо обязательно ну не буду говорить что просеивать но тщательно переминаем разминаем чтобы она была однородная какую почву мы берем для лука для лука лучше всего брать конечно хороший грунт обязательно не кислый то есть нейтральный грунт кислые они плохо растут и развивается лук и такой момент сейчас уже появилась почва которая идет обеззаражена вот я вам покажу на что обращать внимание при покупке то есть смотрите вот грунт я взяла до грунт богатырь и здесь прям написано биогрунт обеззаражены обратите внимание уже стали выпускать такой грунт это очень удобно потому как нас освобождает от многих функций по обеззараживанию почвы то есть смотрим чтобы это было без хлорки грунт и чтоб он был обеззаражены идет сразу защита от бактерий и грибных болезней то есть наш лук уже не заболеет итак я взяла вот этот грунт по большому счету его можно просто полить и все но так как раствор чека мы с вами развели достаточное количество и на всякий случай я его еще раз пролью вот этим же раствором перекиси водорода есть такой момент для того чтобы наши сходы потом получше росли развивались менее чувствительны были к поливу я всегда добавляю сюда еще дополнительно хоть он и есть уже в нашем грунте сейчас я прочитаю подождите здесь вообще-то указано так состав читаем комплексно минеральное удобрение с микроэлементы смачивающий агент песок голомитовая мука бактофиль бактерии и содержание фосфора калия и азота то есть смачивающий агент здесь есть но я обязательно в любом случае добавляю еще верникулита все-таки с добавлением верникулита все молодые растения растут лучше и лучше себя чувствует поэтому вот уже в подготовленные наши баночки я взяла у меня будет несколько сортов поэтому я взяла отдельно еще дополнительно подсыпаю верникулита это конечно на ваше усмотрение но поверьте все таки с не все таки с верникулитом все растет лучше и тщательно перемешиваем еще раз наш грунт насколько тщательно тут уже не принципиально вот я перемешала сейчас я эти баночки отодвину потому что эксибишна у меня три пакета я буду сажать вот в такую баночку насчет высоты нашей емкости смотрите если вы будете пересаживать вот допустим я буду еще пересаживать то я беру вот наверно сантиметров сколько тут 5-6 у меня глубина этого вполне достаточно для первого этапа выращивания рассады если вы планируете без пересадки лук тогда берите повыше то есть ваш ваша емкость должна быть сантиметров 15 обязательно нужны отверстия в донышке и желательно дренаж в качестве дренажа можете положить все что угодно банановые шкурки шкарлупу яиц луковую шелуху шелуху семечек орех все что угодно не обязательно это должен быть керамзит и вот так хорошо довольно таки нашу почву надо пролить проливаем обращаю ваше внимание раствором перекиси водорода это дополнительно обеззараживает почву если вы взяли грунт которые не обеззаражены то вам обязательно надо пролить перекисью водорода либо раствором марганцовки то есть какой-то какие-то обеззараживающие мероприятия провести помимо обеззараживания перекись водорода обогащает почву еще и кислородом так все мы провели прошло 20 минут аккуратненько сливаем перекись водорода то есть также через марлечку это делаем вот высаживать мокрые их неудобно поэтому надо их немножечко обсушить промывать и их не буду потому как совершенно это не помешает нам просто возьмем салфеточку и вот салфеточкой просушим эти семена эти семена у меня эксибиши не обработанные то что я вам показала богатырская сила это производитель гавриш у нас они обработанные то есть и они зеленым цветом обработаны их очень удобно высаживать будет вот наши все семена вот почему я вам показываю через перекись водорода потому что схожесть проверено однозначно при замачивании в перекиси водорода и при проливании почвы этим же составом раствором перекиси водорода напомню не не тем что в бутылочки всегда выше они всходят семена сходят гораздо быстрее буквально на шестой седьмой день они должны взойти семена мы распределили по поверхности земле и сверху нам надо засыпать тоже почву берем смешиваю также с видмикулитом еще раз обращаю ваше внимание что почву надо брать сейчас можно брать именно обеззараженный грунт обеззараженный не в том дело что жалко даже семена наши дело в том что жалко упущенное время которое уже не вернешь поэтому лучше брать уже проверено наверняка засыпаем семена толщиной примерно один сантиметр обязательно не сильно глубоко но и не сильно мелко то есть примерно один сантиметр обязательно надо слегка вот так уплотнить для того чтобы было прилегание почвы к семенам и также поливаем опять хорошо не заливаем но аккуратненько поливаем также раствором перекиси водорода видите почва хорошая впитывается как водичка моментально не сворачивается ничего все впитывается все вот так очень аккуратненько аккуратненько хорошо все проливаем все этого достаточно моментально видите впитывается все что надо сделать сейчас сейчас мы аккуратненько закрываем полиэтиленовым пакетиком не герметично но все-таки довольно плотно и ставим под батарею температура для прорастания семян лука чернушки примерно 25-28 градусов тепла ставим под батарею либо в любое теплое место до прорастания и внимательно следим как только появятся первые петельки сразу же убираем ну только буквально там 5-7 петелек только появятся первые сходы сразу же убираем в максимально освещенное и прохладное место в вашей квартире в идеале конечно если есть это застекленный балкон или лоджия либо придвигаем вплотную к окну то есть для прорастания нам нужна более высокая температура дальнейшем сразу же однозначно снимаем полиэтиленовый пакет лук у нас не любит сырости влажности хоть у нас земля и обеззаражена но чтоб никаких там бактерий не гнили не развелось то есть мы сразу эту влажность убираем и ставим прохладное светлое место то же самое мы проводим и с другими семенами вот у меня эти емкости сейчас я посажу их также здесь по сортам вот я его закрыла полиэтиленовый пакетик крышечкой и вот так поставлю под батарею так сейчас мы с вами сажаем оставшийся лучок хотела вам показать по фасовке то есть вот который ялтинский красный или крымский как мы его называем по 0 2 грамма вот этот лучок у нас богатырская сила от гавриш тоже 0 2 грамма я их посажу в одну коробочку а вот этот вот шаман его в пакетике был целый грамм то есть видите какое количество большое его я его посажу другую коробочку и помимо всего прочего этот сорт он идет скороспелый то есть от всходов до полигания пира 78 95 дней эти более поздние спелые то есть этот мы посажаем там где сразу же идут в салат первое употребление в пищу эти будет чуть позже у нас рассаживаем все делаем тут точно так же то есть у пролили раствором перекиси водорода хорошо я почву тоже увлажнила и раскладываю семена да кстати к себе шин по 0 3 грамма в упаковке семян мало поэтому здесь я точно их разложу уже поштучно вообще если вы будете прям поштучно раскладывать то желательно на расстоянии примерно сантиметр два друг от друга если у вас получится если вас хватит терпения но так как я буду пересаживать то моя задача просто чтобы они не лежали один на одном не забудьте обязательно подписать чтобы вам потом не запутаться где какой сорт так вот я раз разложила семена вот мне зелененькие и черненькие семена конечно эти лучше видно все тоже самое присыпаем почву уплотняем и поливаем раствором перекиси водорода уплотняем хорошо проливаем закрываем полиэтиленовым пакетиком и убираем в теплое место вот таким образом с помощью перекиси раствора перекиси водорода сажаем лук чернушку на рассаду как она поднимется подрастет я вам покажу так же как и урожай просто до этого я не снимала не занималась каналом поэтому не совсем видео есть как сажать лук репку видео уже есть вот ссылочка здесь вот в углу канала у вас будет посмотрите а это у нас чернушка всем желаю хороших сходов чтобы у вас все получилось чтобы лук вырос вот такой у вас и так сажаем лук чернушку те сорта которые вам нравятся крупные либо средние красные либо белые острые либо сладкие и пусть они у вас у всех вырастут красивыми здоровыми и порадуют вас урожаем с вами канал сибирский сад меня зовут людмила борисовна не забудьте отметить это видео я показала вам как посадить лучок как подготовить почву и с помощью чего посадить эту чернушку чтобы он хорошо и быстро зашел и такой момент обращаем внимание на почву чтобы наши усилия наши труды не были напрасными и так с вами канал сибирский сад пусть ваш лук растет и подрастает а я с вами прощаюсь иду заниматься другими растениями вот например петунькой которая тоже уже подрастает